Рубль сегодня ускорил рост по отношению к доллару и евро. Главная причина – дорожающая нефть. Баррель стоит уже больше 60 долларов. Официальный курс американской валюты на завтра снизился на 44 копейки, а уже к вечеру на Форексе доллар потерял почти рубль от своей стоимости. Евро подешевел на полрубля. Российская валюта и государственные ценные бумаги в последнее время вообще стали едва ли не самым доходными активами. Так считают участники сегодняшней расширенной коллегии Минфина. То, что российский антикризисный план работает, вынуждены признать даже субъективно настроенные зарубежные эксперты. О признаках улучшения наш обозреватель Алексей Петров. Прогнозы о состоянии российской экономики стали настоящим экзаменом для мировых аналитиков и рейтинговых агентств, звучит на коллегии. И этот экзамен они, похоже, провалили. Благодаря взвешенной политике Минфина никаких коллапсов не произошло. Агентство МУДИС, напомню, в качестве базового сценария заложило снижение экономики на 8,5% за два года. Но это, наверное, лишний повод задуматься о необходимости модернизации использования самих рейтинговых оценок и у нас в стране, и в мире в целом. Известно, что эти проблемы есть, и Министерство финансов работает над соответствующим законопроектом. Оценки тех, кто предрекал крах российской экономики, оказались, мягко говоря, преувеличенными, считают в Минфине. Конечно, проблем много, а первые три месяца 2015-го по статистике самые сложные. Тем не менее, рост может возобновиться, причём уже во втором полугодии. Главное условие — приток частных инвестиций. Антикризисный фонд по итогам прошлого года более 230 миллиардов рублей. С такой подушки безопасности Минфину удалось оптимизировать расходы и бросить все силы на социальную защиту. Финансовые рынки стабилизировались. Рубль и российские государственные ценные бумаги являются сегодня одним из самых доходных активов в этом году. Мы видим резкое замедление оттока капитала с уровня 77,4 миллиарда долларов в четвёртом квартале прошлого года. Он снизился до 32 миллиардов в первом квартале текущего года. А во втором квартале мы ожидаем у дальнейшего снижения до 15 миллиардов долларов. Инфляция по итогам года ожидается порядка 11%. Возможно, говорят специалисты, на фоне снижения курса доллара цены тоже пойдут вниз, но не так быстро. Слишком изменчивая ситуация. В целом же очевидно, российская экономика идёт на поправку. Об этом пишут и ведущие мировые издания. Российский фондовый рынок является одним из самых эффективных в глобальном масштабе в этом году. Рубль, потерявший почти половину своей стоимости по отношению к доллару в течение прошлого года, восстанавливается. Процентные ставки также были снижены. Правительство получает больше доходов, чем само прогнозировало ранее. А валютные резервы России увеличились почти на 10 миллиардов долларов, начиная с посткризисного минимума. В министерстве уже нашли способ поддержать регионы. Например, 100% доходов от продажи патентов для мигрантов передали на места. Серьёзные деньги даже для столицы. По городу Москве выдано сегодня патентов с потенциалом годового платежа уже в 5 миллиардов рублей. Это серьёзный дополнительный источник, который позволит не только компенсировать социальные, экономические расходы в связи с большим миграционным потоком, но и даст какие-то небольшие плюсы для развития экономики региона в целом. Рациональность и, главное, обоснованность расходов. Теперь критерий номер один. Контролировать сметы закупок приходится особенно внимательно. Мы совместно с Росфинадзором проводили контрольные мероприятия по закупкам, каждый в рамках своей компетенции. Мы выявили 276 нарушений законодательства о закупках на сумму почти 40 миллиардов рублей. Росфинадзор 248 проверок провёл на сумму 13 миллиардов рублей. Россия требует соблюдения финансовой дисциплины и от своих партнёров. Однако на Украине правительство Яценюка, судя по недавним заявлениям, не в состоянии вернуть долг. По словам Силуанова, этот вопрос он уже обсудил со своим украинским коллегой. С украинской стороны были даны все заверения, что те обязательства, которые есть к погашению в декабре текущего года, а именно 3 миллиарда долларов, учтены в украинском бюджете. В случае невыплаты мы будем обращаться в арбитражные суды по английскому законодательству. Минфину в прошлом году пришлось решать ещё одну гигантскую задачу, причём с колёс. Речь об интеграции Крыма и Севастополя. Справились. Все подотчётные министерства службы на полуострове работают в обычном режиме. Алексей Петров, Мария Зинцова, Алексей Карпухин, Василий Коньков и Евгений Никонов. Вести. Редактор субтитров А.Сёмкин Рубль сегодня ускорил рост по отношению к доллару и евро. Главная причина – дорожающая нефть. Баррель стоит уже больше 60 долларов. Официальный курс американской валюты на завтра снизился на 44 копейки, а уже к вечеру на Форексе доллар потерял почти рубль от своей стоимости. Евро подешевел на полрубля. Российская валюта и государственные ценные бумаги в последнее время вообще стали едва ли не самым доходными активами. Так считают участники сегодняшней расширенной коллегии Минфина. То, что российский антикризисный план работает, вынуждены признать даже субъективно настроенные зарубежные эксперты. О признаках улучшения наш обозреватель Алексей Петров. Прогнозы о состоянии российской экономики стали настоящим экзаменом для мировых аналитиков и рейтинговых агентств, звучит на коллегии. И этот экзамен они, похоже, провалили. Благодаря взвешенной политике Минфина никаких коллапсов не произошло. Агентство МУДИС, напомню, в качестве базового сценария заложило снижение экономики на 8,5% за два года. Но это, наверное, лишний повод задуматься о необходимости модернизации использования самих рейтинговых оценок и у нас в стране, и в мире в целом. Но известно, что эти проблемы есть, и Министерство финансов работает над соответствующим законопроектом. Оценки тех, кто предрекал крах российской экономики, оказались, мягко говоря, преувеличенными, считают в Минфине. Конечно, проблем много, а первые три месяца 2015-го по статистике самые сложные. С потенциалом годового платежа уже в 5 миллиардов рублей. Это серьёзный дополнительный источник, который позволит не только компенсировать социальные экономические расходы в связи с большим миграционным потоком, но и даст какие-то небольшие плюсы для развития экономики региона в целом. Рациональность и, главное, обоснованность расходов теперь критерий номер один. Контролировать сметы закупок приходится особенно внимательно. Мы совместно с Росфиннадзором проводили контрольные мероприятия по закупкам, каждый в рамках своей компетенции. Мы выявили 276 нарушений законодательства о закупках на сумму почти 40 миллиардов рублей. Росфиннадзор 248 проверок провёл на сумму 13 миллиардов рублей. Россия требует соблюдения финансовой дисциплины и от своих партнёров. Тем не менее, рост может возобновиться, причём уже во втором полугодии. Главное условие — приток частных инвестиций. Антикризисный фонд по итогам прошлого года более 230 миллиардов рублей. С такой подушки безопасности Минфину удалось оптимизировать расходы и бросить все силы на социальную защиту. Финансовые рынки стабилизировались. Рубль и российские государственные ценные бумаги являются сегодня одним из самых доходных активов в этом году. Мы видим резкое замедление оттока капитала с уровнями 77,4 миллиарда долларов в четвёртом квартале прошлого года. Он снизился до 32 миллиардов в первом квартале текущего года. А во втором квартале мы ожидаем у дальнейшего снижения до 15 миллиардов долларов. Инфляция по итогам года ожидается порядка 11%. Возможно, говорят специалисты, на фоне снижения курса доллара цены тоже пойдут вниз, но не так быстро. Слишком изменчивая ситуация. В целом же очевидно, российская экономика идёт на поправку. Об этом пишут и ведущие мировые издания. Российский фондовый рынок является одним из самых эффективных в глобальном масштабе в этом году. Рубль, потерявший почти половину своей стоимости по отношению к доллару в течение прошлого года, восстанавливается. Процентные ставки также были снижены. Правительство получает больше доходов, чем само прогнозировало ранее. А валютные резервы России увеличились почти на 10 миллиардов долларов, начиная с посткризисного минимума. В министерстве уже нашли способ поддержать регионы. Например, 100% доходов от продажи патентов для мигрантов передали на места. Серьёзные деньги даже для столицы. По городу Москве выдано сегодня патентов.